Да, и вот казалось бы, когда ты все понимаешь, как есть, ты же должен тогда стать как бы уже немножко, как говорится, таким прям, знаешь, что делать. А тут происходит какая-то обратная реакция. Ты вроде как бы все понимаешь, а не умеешь еще. И как бы знать знаешь, а как пользоваться не знаешь. А поскольку все равно продолжаешь жить по законам человеческого состояния, то твои человеческие мысли формируют твою человеческую реальность, так или иначе. И это уже, я знаю, не понаслышке. Вот. И соответственно, твое человеческое состояние деформируется, потому что твое миропонимание деформировалось. Ты как бы все-таки остался человеком по меру и ощущениям, но знания у тебя как бы нечеловеческие. И соответственно, ход мыслей твой нечеловеческий уже, такой гибридный, человеческий и нечеловеческий. И получается, что и в реальности твоей получается какой-то бардак. Нечеловеческое и нечеловеческое. И в общем, я сейчас испытываю вот этот трэш, я понимаю, что все, это результат вот моего, блядь. И сейчас я не знаю, либо это будет что, конец, или это будет начало. Или я начну с этим справлюсь и научусь этим все-таки работать. Сейчас знаешь, что начало происходить? Сейчас все события происходить, которые, ну, материализация как бы мысли происходит практически мгновенно. Если раньше на это уходили недели, месяцы, там, иногда раньше годы, понимаешь, на то, чтобы там воплотилась какая-то твоя задумка. Ну, эксперименты ставил всю жизнь вот такие. И диапазон этот там от нескольких, ну, там, от года, условно говоря, дошел до сегодняшнего дня. Еще буквально месяц, год, ой, нет, где-то месяца четыре назад. Это был, это были сутки, понимаешь? То есть сейчас это, это пиздец, это происходит сразу. А меня от этого кошмарит, и поскольку я весь накошмаренный, у меня реализуются одни кошмары. Они меня опять кошмарят, блядь, еще больше. И тут такая цепная реакция. Я сейчас думаю, либо я сдохну, либо я, блядь, дзен поймаю. И он начнет, блядь, так, так, всем стоять. Ну, кстати, вот это внутреннее безмолвие как раз из этой серии. Это же как раз, когда ты не можешь удержать всех коней, надо просто сказать, так, всем заткнуться. Представляешь, стадион, блядь, и все орут, блядь. И из них только один по делу. И как тебе его услышать, блядь? Только одним способом. Если будешь по очереди слушать каждого, ты в крике его все равно не услышишь. И тебе нужно просто сказать, всем заткнуться. Это твои мысли. Твои вот эти, блядь, все, кто орет, это твои мысли. И они все не по делу, это твои ужасы, кошмары, страхи. А вот эти, как бы, одна правильная мысль, которую ты знаешь лучше всего, она твоя родная, ты сам, как бы, ее автор. Ну, в общем, все эти люди орут, и чтобы услышать, надо сказать, всем заткнуться. А ты, который истину говорит прямо сейчас и сейчас, все, один давай. Не слышишь только его. Но для этого нужно, чтобы все заткнулись. Ну, прямо по-честному. Ну, это, как бы, ты всем правишь балом, поэтому тебе, как говорится, эту ночь унести. То есть, тебе, как бы, понимать, как их всех заткнуть. Не им самим, не надо на них свешивать. Они и есть ты. И их бесконечное количество. И они постоянно что-то бормочут, блядь. Какие-то у них кошмарики и ужасы, блядь. Ну, это, типа, как бы, возможное развитие событий. А вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг, и в них, там, путаются, там, ну, процентов три нормальных созидательных мыслей, блядь. А как надо, а вот как я буду это делать? О, да, а тут я тут приделаю синюю нитку. Да, класс. О, а вот здесь я покрашу розовым, блядь. Все, ты, как бы, строишь. Ну, этого мало. В основном, блядь, все твои мысли состоят из кошмаров. И когда они у тебя происходят, как бы, инертно, да, у человеческого обычного понимания, ну, там, в течение, там, месяц, двух, трех, там, у кого-то годы уходят на материализацию их детей, они для них являются неким таким естественным течением жизни. Да, вот мне везет, вот мне везет. И параллели они не проводят между тем, что они как раз эту ситуацию думали себе пять лет назад. Вот она, чисто голимая, один в один. Поставь рядом те мысли и вот сегодняшнюю ситуацию. Копия вообще. Вот. А когда ты начинаешь за это масло гонять в голове, ты начинаешь это расстояние сокращать, ты же об этом думаешь, а ты думаешь как раз о том же, о чем нужно думать. И ты эту тему как бы, ты как в спортзал ходишь, ты ее разминаешь, ты опа-опа, эксперименты. А что результатом сокращения вот этой территории, в смысле вот этой промежутка между воплощением мечты. А что это такое? Это блядское волшебство. Ты можешь захотеть чего угодно, потому что ты вообще знаешь, что нет границ, невозможно, и вообще никаких границ существует. Вот прямо здесь и сейчас никаких «но». Все как надо. Тебя начинают колбасить физически, блядь, со всех сторон. И ты весь какой-то неуравновешенный, и все из рук валится, и дела валятся. И потому что ты как бы знаешь, ты вроде как бы схватил, блядь, полетел, а махать еще, блядь, не умеешь толком. Чего-то падаешь постоянно куда-то, блядь, думаешь, сейчас убьешься или все-таки научишься летать. Но ты понимаешь опять же, что ты научишься летать, потому что ты неубиваемый. И у тебя выбора нет, как только научиться летать, потому что это всегда происходит. Это такой закон, принцип. Все же существует сразу. Вообще все, что только может существовать, это существующее сразу. А точка «я» всего лишь в нем может иногда, забыв, как говорится, про себя, перемещаться. Ну и таким образом иметь какой-то смысл существования в принципе, в целом. Вот. Амнезия помогает, вернее, как-то дает, так сказать, смысл, придает какой-то жизни. Вернее, это способ хоть какого-то смысла жизни. Забывать постоянно, кто ты есть и как бы с нуля, блядь. А поскольку ты есть все, ты как бы воплощаешься во всем, что только возможно воплотить. И это такое бесконечное происходящее даже не вперед по времени назад, а происходящее единомоментно сразу и все. Вот. Такая простая истина. А к чему это я все?